В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Цивильск. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних изготовлений и хранения порнографических материалов, героями которых становились дети. Эта история повергла в шок даже следователей. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Главные роли в своих видеороликах насильник всегда исполнял сам. Съемочные площадки менялись каждый раз, к примеру, чтобы снять один из эпизодов своего любительского порнографического кино. Мужчина установил видеокамеру прямо у себя в бане. Но оперативникам удалось доказать, что сексуальные действия в отношении малолетних он совершал и в салоне своего автомобиля, и даже на территории гаражного комплекса. Пострадавшим за съемку в этом кино педофил платил по 500 рублей и выкладывал видео в интернет. По версии следствия, с ноября 2010 по июль прошлого года обвиняемый совершал действия сексуального характера в отношении четырех установленных девочек в возрасте 9-10 лет, а также в отношении еще двух малолетних мальчика и девочки в возрасте около 12 лет, чьей личности в ходе следствия установить не представилось возможным. Кроме того, летом 2013 и в апреле прошлого года он под видом несовершеннолетней девочки познакомился в одной из социальных сетей в интернете с двумя 11-летними жительницами Новочебоксарска и путем обмана, угроз и шантажа вынудил их совершить действия сексуального характера, записав их по скайпу и сохранив эти видеоизображения. Противоправные действия педофила удалось пересечь только после того, как в полицию обратились родители двух пострадавших девочек. Взрослые заметили в их телефоне странную переписку и поначалу они пытались и сами выйти с насильником на связь. Преступника едва не спугнули, он попытался уничтожить все свои записи и уехал по чужому паспорту в Москву. Мужчина жил на съемных квартирах, но в результате был задержан. В ходе следствия проведен большой объем следственных действий. Назначены и проведены 22 судебные экспертизы, в том числе 10 психиатрических, 6 генетических, 2 комиссионные медико-искуссовические, 3 медицинские, 1 дактилоскопическая. По ходатству следователя судом в отношении 38-летнего цивилиянина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество уже наложили арест, следователи собрали достаточную доказательную базу, дело направлено в московский районный суд. Мужчина уже отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в 2010 году. Теперь за решетку он может отправиться на 25 лет. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.